Диабет и COVID-19 Диабет Владимировна. Это врач эндокринолога Ульяновской областной клинической больницы, но еще и заведующая центром диабета. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, Оксана Владимировна, вот на самом деле уже доказано, что сахарный диабет и коронавирусная инфекция – такое сочетание, как говорится, в плане прогноза не очень, потому что на самом деле пациенты с сахарным диабетом болеют тяжелее коронавирусной инфекцией. Вот скажи, пожалуйста, из своего опыта, насколько тяжело протекает это заболевание, какие-то, может быть, особенности, и вообще вот в динамике, да, вы же наблюдали таких пациентов? К сожалению, как мы знаем, во всем мире у нас в стране, к сожалению, идет неуклонный рост числа больных с сахарным диабетом, а диабет, он осложняет течение практически любого заболевания. Особенно это касается вирусных инфекций. Коронавирусная инфекция не исключение и даже в большей степени дает утяжеление сахарного диабета, чем другие инфекции. При коронавирусной инфекции повышается сахар крови, даже если он был достаточно стабилен на фоне лечения диабета, поскольку это инфекция, она дает повышение сахара, повышение температуры, и протекает коронавирусная инфекция за счет диабета тяжелее. То есть оба этих заболевания, они отягощают течение друг друга. – Получается, если сахарный диабет, мы знаем, что тоже поражает сосуды, ангиопатия диабетическая, а при коронавирусной инфекции идет повышенное травмообразование, изменяется картина крови. То есть это тоже провоцирует какие-то осложнения? – Да, конечно. – Давайте об этом тоже скажем. – Сосудистые изменения при диабете, чем старше диабет, тем хуже он был компенсирован, тем сильнее, конечно, развитие диабетической микро- и макроангиопатии. Наличие коронавирусной инфекции сугубляет состояние сосудистой стенки. И, конечно, при сахарном диабете количество тромбообразований, к сожалению, при коронавирусной инфекции и осложнений достаточно более часто случается, чем обычно. – То есть получается, с какой картиной диабета, контролируемыми цифрами, неконтролируемыми, подошел человек к заражению, он заразился коронавирусной инфекцией, то есть это очень влияет? – Влияет. – Насколько он наблюдался и так далее? – Чем более декомпенсирован был сахарный диабет, а тем более мы часто сейчас видим случаи диабета, которые выявляются впервые при коронавирусной инфекции, тем, конечно, хуже протекает коронавирусная инфекция и тяжесть диабета усугубляется сильнее. – Оксана Владимировна, получается, как раз вы сейчас об этом сказали, получается, диабет и коронавирусная инфекция на сосуды влияет же, да? Давайте об этом скажем отдельно, как именно поражаются сосуды при сахарном диабете и коронавирусной инфекции? – Дело в том, что при сахарном диабете, если сахар крови выше нормы, грубо говоря, сосуды у человека засахариваются, да, на, представьте, стеклянную банку, в которой раствор сиропа, то есть стенки этой стеклянной банки будут в этом растворе, даже если мы выльем его. То же самое происходит, грубо говоря, и с сосудами человека. На эту стенку засахаренную очень легко садится атеросклеротическая бляшка, соответственно, ломкость сосудов усугубляется. Такая засахаренная сосудистая стенка будет подвержена гипоксии, то есть будет дисфункция эндотелия, то есть клеток выстилающих сосуд. – Ну, по-другому, нехватка кислорода, да? – Да, будет нехватка кислорода, сосуд будет более ломкий. Вирусная инфекция тоже действует на эндотелии, разрушая его, а он уже был изменённый, у него уже и так все резервы были снижены, поэтому достаточно сильнее это будет разрушение происходить. – Понятно. Ну, вот идут многие споры такие, да, и сейчас учёные разошлись во мнениях, да, может ли всё-таки коронавирусная инфекция, вообще дебют сахарного диабета, может при коронавирусной инфекции возникнуть первого типа или второго типа, да? Давайте об этом скажем. – При коронавирусной инфекции мы видим разные виды нарушений углеводного обмена. Один из наиболее частых видов – это временная транзиторная гипергликемия, как мы её называем, или это временное повышение сахара крови во время коронавирусной инфекции. Это может быть не связано с диабетом, может быть с явлением временным, которое самостоятельно может пройти. Такое же повышение может быть при лечении дексаметазоном, который часто назначают при тяжёлых случаях, да, коронавирусной инфекции, а дексаметазон, преднизолонные – это контрансулярные гормоны, и если у человека был преддиабет, либо предрасположенность к диабету, естественно, сахар станет выше. Возможно, если преддиабет ещё не перешёл в диабет, после излечения коронавирусной инфекции сахар нормализуется, но, возможно, через какое-то время снова вернётся в виде диабета. Это первый тип нарушения углеводного обмена при коронавирусной инфекции. Второй – это первовольный диабет второго типа. Когда человек долгое время жил с диабетом недиагностированным, не измерял сахар крови, не знал об этом, во время коронавирусной инфекции почувствовал себя плохо, естественно, его слали обследовать, и сахар нашли выше нормы. Это дебют второго типа диабета. Как находка такая, да, получается? Да, конечно, необходимо его лечить параллельно с коронавирусной инфекцией. Третий вид – это сахарный диабет первого типа. Он тоже может развиться на фоне вирусной инфекции, коронавирусной инфекции. Мы знаем, что первый тип диабета – это заболевание, которое может развиться даже после гриппа, краснухи, кори. Есть такие случаи. Коронавирусная инфекция – не исключение. Это тоже вирус, который может вызывать поражение бета-клеток поджелудочной железы и вызывать диабет первого типа. Такие случаи тоже наблюдаются. Еще такой момент есть, что выявлено было, что рецептор к коронавирусу расположен не только в легких, но и в бета-клетках поджелудочной железы. Это еще до конца не изучено и изучается достаточно активно в настоящее время, но так как мало времени еще прошло, и недостаточно исследований, точно пока еще сказать нельзя. Но отмечена закономерность, что вот такое повышение сахар-крови во время заболевания коронавирусной инфекцией говорит о том, что был очень большой объем обсеменения вирусом. То есть мы знаем, что чем большее количество вирус попадает в организм, тем серьезнее будет протекать. Как говорится, большую порцию получила. Совершенно верно. И вот у людей, у которых до этого сахар не повышался, а во время коронавирусной инфекции отмечено повышение сахара, если такое отмечено, то это предиктор, то есть показатель того, что коронавирусная инфекция будет протекать тяжело. Ну, поэтому, конечно, необходимо лечить и то, и другое одновременно. Александр Владимирович, тогда получается, при сахарном диабете, если человек с коронавирусной инфекцией попадает в больницу или амбулаторную лечиться, скажите, там нужен какой-то особый уход, особое оборудование, какие-то особые препараты, какие-то особые лекарства или все-таки какие-то общие стандарты, но с учетом сопутствующих заболеваний? Я думаю, что при тяжелом течении коронавирусной инфекции это госпитализация, и в условиях гипоксии ни о каких-то таблетированных сахароснижающих препаратах речь быть не может, это только инсулин. К инсулину привыкания не бывает, как миф такой существует, мы его назначаем временно. То есть бояться этого не надо? Бояться этого не надо, это совершенно естественное течение процесса. Назначаются препараты при тяжелой форме коронавирусной инфекции, такие как преднизолон-дексаметазон, они тоже увеличивают сахар, и, несомненно, нужна инсулинотерапия. Инсулинотерапия временная, дозы большие, чаще всего в это время бывают. После выписки и при уменьшении дозы дексаметазона уменьшается и доза инсулина, чаще всего до полной отмены. Если это второй тип диабета, назначаются таблетированные сахароснижающие препараты. Если же это временная была гипергликемия, чаще всего при выраженном повышении сахара речь идет именно о втором типе сахарного диабета. Но чаще всего инсулин отменяется. Иногда на время реабилитации, когда человек еще находится в таком-то постковидном синдроме, то есть в период восстановления после перенесенной тяжелой коронавирусной инфекции, мы временно еще оставляем инсулинотерапию на несколько месяцев. Но потом чаще всего опять же уходим на таблетки. То есть это обычное течение заболевания, не надо этого бояться, надо об этом знать. Аксана Анатольевна, а вот дальнейшее наблюдение. Человек, слава богу, вышел из больницы, выздоровел, как говорится, но сахарный диабет остался, никуда от этого не делся. Мы знаем, это хроническое заболевание, но с ним живут достаточно долго, и можно до 100 лет дожить, но под особым контролем, под наблюдением врачей. Здесь какое-то особое наблюдение должно за такими пациентами быть? Как вы считаете, своего опыта? Я думаю, что пациент должен знать, что ему достаточно часто надо измерять сахар крови. А не так, что, как это бывает, выписали, значит, я здоров. Измерение сахара крови и адекватное активное лечение, восстановление после коронавирусной инфекции тоже немаловажно. Солодина, давайте еще поговорим сейчас о такой теме, очень важной такой, на сегодняшний момент, наверное, одной из самых таких решений борьбы именно с коронавирусной инфекцией – это вакцинация. Вот ваше личное мнение пациентам с сахарным диабетом. Мне делится, вроде бы, с осторожностью надо, потому что сахарный диабет, тем более, тяжелая форма, вроде бы, надо как с осторожностью. Но, с другой стороны, многие врачи, практически все говорят, что однозначно надо вакцинироваться, однозначно, потому что это группа риска. Давайте ваше мнение скажите тоже, как практика. Коронавирусная инфекция при сахарном диабете протекает крайне тяжело. Поэтому, конечно, вакцинация – решение проблемы. Вакцинация пациентов с сахарным диабетом, на мой взгляд, должна проводиться обязательно, при условии, что пациент с сахарным диабетом находится в состоянии компенсации. То есть, если сахар 20, конечно, вакцинацию стоит отложить до нормализации сахара крови. То есть, не должно быть ацетонового мочения, не должно быть высокого сахара крови. А так, в принципе, сахарный диабет не является противопоказанием к вакцине, поэтому вакцинироваться необходимо. И я думаю, что риски от вакцинирования, они намного меньше, чем риск получить тяжелую коронавирусную инфекцию с серьезными осложнениями. Да надо сказать, что вообще практически рисков-то нет после вакцинации. После вакцинальных осложнений, я, например, тоже знаю из своего опыта, мы очень много вакцинировали пациентов, но нет постфакцинальных осложнений, серьезных каких-то. Потому что если бы что-то было, это все равно было бы на поверхности, мы бы обязательно об этом сказали. Еще нужно сказать о том, что температурная реакция, которая возникает после... Это нормальная реакция, совершенно нормальная, ожидаемая реакция. Конечно, это не является никаким побочным действием вакцины. Это, собственно, является показателем того, что акцина действует. И надо помнить о том, что у пациента с сахарным диабетом временное такое повышение температуры на фоне вакцинации, оно может вызвать временное повышение сахара. Опять же, это естественно. Любая температура выше 37, она может повысить сахар. Поэтому, соответственно, либо прибавить дозу инсулина на этот день после вакцины, либо таблетированный сахар, снижающий таблетки, откорректировать. И это нормально, то, что температура будет после вакцины. У кого-то она бывает, у кого-то нет. Но ее наличие – это показатель того, что вакцина работает. Не стоит опасаться. Да, вот я даже в своей практике могу сказать, что даже обычно люди 60+, намного легче переносят вакцинацию, чем люди даже молодого возраста. Ну, видимо, иммуноответ более такой, как говорится, бурный такой, если простыми словами говорить. И там температура может до 38 повысить, однократно. А пациенты, так скажем, серебряного возраста намного легче переносят. И иногда даже многие говорят, что вообще даже не почувствовали, как будто просто уколчик сделали и все. Поэтому не нужно бояться, не нужно волноваться. Но на самом деле это решение вопроса. Потому что если вы не вакцинируетесь, то риск осложнений именно коронавирусной инфекции намного в разы больше. Да, давайте об этом тоже скажем. В разы же больше. Да, конечно. Более тяжелое течение коронавирусной инфекции у невакцинированных пациентов. Это уже выявлено. Да, это уже даже из нашего опыта борьбы с пандемией. Мы это видим, мы наблюдаем. Очень много летальных случаев даже. Что же там говорить? Не просто оставляем, а летальных случаев. И среди них, как говорится, вакцинированных-то нет. Вот в чем дело-то. И поэтому уже, я не знаю, говорим-говорим об этом. Пока еще такое... Сейчас уже появился все-таки отклик. Люди начали понимать, осознавать это. На самом деле, что мы одна семья. И на самом деле нельзя так, что одни привились, другие как-то в стороне остались. Ну, нельзя так это сейчас допускать. На самом деле, мы только вместе, сообща, справимся с этой пандемией. Правильно? Конечно. Поэтому другого выхода просто нет у нас. Еще такой вопрос. Образ жизни, здорового питания, образ жизни. Вот скажите, пожалуйста, людям с диабетом. Тоже вот, да, и чтобы не было риска заразиться коронавирусной инфекцией. Здесь есть какие-то особые, какие-то правила, принципы именно у людей с диабетом? Ну, соблюдение здорового образа жизни, оно, конечно, поощрительно у всех. У всех, да? У всех, несомненно. Но при сахарном диабете особенно важно следить за образом жизни, за питанием. То есть надо полюбить себя просто, да, прежде всего? И принципы здорового питания, здорового образа жизни при диабете – это как раз принципы той самой диетотерапии, которая назначается при диабете. Да, исключение сладкого, жирного – это, я думаю, полезно и не только пациентам с диабетом, но и, в общем-то, здоровым людям, чтобы все у них было хорошо, и диабет не развелся, и не развелся ожирение или сбыточная масса тела. Ну, вот еще такой вопрос, да, ну, понятно, что вот людям с эндокринными нарушениями, ну, не только с диабетом, вообще с эндокринными нарушениями, там есть разные формы, да, нужна такая двигательная активность, да, вы всегда об этом говорите, да, что нужно двигаться, нужно, значит, заниматься и физической культурой, да, и как бы, ну, не спортом там, да, но хотя бы какая-то двигательная активность обязательно должна присутствовать, да. И вот в это время пандемии, да, конечно, вот самоизоляция, вот это вот, надо сидеть дома, значит, вот, как вот к этой проблеме, вот, какие вы посоветуете какие-то, вот, может быть, выходы из этой ситуации, да, чтобы действительно вот соблюдать те правила, да, что вот, ну, двигательная активность, вот, свои. Ну, я думаю, что, конечно, самоизоляция, она ограничивает двигательный режим не только пациентов с диабетом, но и всех нас. Ну, всех, конечно, да. Да, да. Вот, но, несмотря на это, я думаю, соблюдение правил здорового образа жизни, а это элементарные вещи, такие как зарядка, да, они помогут взбодриться, они позволят просто лежать на диване, позволят начать день с физической активности и продолжить ее какими-то домашними делами. Кроме того, надо помнить о том, что если вы находитесь дома на режиме самоизоляции, то калорийность все-таки питания должна быть меньше, и к холодильнику подходить пореже, и питаться в основном не с калорийными продуктами. Давайте, может быть, назовем даже какие-то, да, вот, ну, я не говорю, что там какой-то стол, прям назовем, да, диетический, да, ну, просто так элементарно, да, потому что нас смотрит очень большая аудитория, и вот сейчас какие-то такие основные, какие-то догмы, скажем, людям. Ну, я думаю, надо помнить о том, что сладкое, оно, конечно, вкусное, но оно содержит скрытые жиры, поэтому является очень калорийным продуктом. Поэтому сладостях себе совсем отказывать уж не надо, но, я думаю, ограничить их все-таки потребление надо. Ешьте медленно, получайте удовольствие от каждого кусочка съеденного. Пусть это будет небольшая доза, но она вам принесет удовольствие. Чаще все-таки в питании использовать продукты более низкой калорийности. Это практически здоровое питание, это молочные продукты, это овощи и фрукты, это элементарные супы, каши, то есть, естественно, не быстрого приготовления, а приготовленного с любовью для всей семьи, большой кастрюльки. Из вашего тоже опыта, скажите, пожалуйста, как часто все-таки пациенты именно с диабетом подвергаются коронавирусной инфекции? И вот есть какие-то особые правила? Понятно, что мы все знаем, какие средства защиты есть для того, чтобы не заразиться. Но вот именно для людей с диабетом, ну и с другими эндокринными нарушениями, какие нужно соблюдать правила, чтобы именно избежать заражения коронавирусной инфекцией? Я думаю, что правила у пациентов с диабетом такие же, как у всех остальных людей. Соблюдение все-таки мер личной профилактики, ношений масок, несмотря на то, что сделали прививку, соблюдение этих правил никак не уходит никуда. То есть мыть руки – элементарное правило, которое, в общем-то, поможет предотвратить заражение. С мылом именно, да? Конечно, мыть обязательно с мылом. То есть я проводил исследование, когда руки мылись с мылом, мыли руки мылись водой и обрабатывались антисептиком. И смотрелся, мы, наверное, слышали об этом, известное. Проводилось исследование, какой обсемененность рук. И вот помыть руки с водой все равно, что не мыть. Разницы никакой. Если вы просто помыли водой, не используя никакого ни антисептика, ни мыла, количество бактерий на ваших руках вообще осталось практически неизменным. Не меняется? Нет, неизменный. То есть руки обязательно надо мыть с мылом. Не заскараться, не дотрагиваться до лица. Потому что все-таки мы много, конечно, движений осуществляем, особенно это в общественных местах, касаемо, да, в общественном транспорте, либо на улице, когда мы за перила, потом за лицо. То есть вот от этой привычки потихоньку тоже надо отходить. Конечно же, носить маски. Ну и стараться все-таки избегать по возможности скопления людей. Ну и еще хочется вот как-то вот тоже телезрителям сказать, чтобы они пользовались все-таки советами профессионалов, да, советами людей в белых халатах, да, а не слушали какие-то вот там слухи, какие-то домыслы, да, вот об этом тоже, я считаю, важно говорить, да, потому что на самом деле вот даже вот о ношении масок, да, ну вроде бы такая простота, да, но опять же надо менять их каждый, да, там два часа, да, обязательно это нужно делать, а не носить одну и ту же маску, да, там, я не знаю, по сколько дней, да, это же или там просто вот, да, как на подбородок надели и все. Но это же очень важно. И потом вот сейчас эти ограничительные меры, да, вот с QR-кодом, да, то есть это же не просто так, да, это делается, опять же, для того, чтобы именно вот людям, да, вот помочь нам, да, нам всем. То есть мы сами себе должны помочь, получается. Конечно. Вот это понимание должно прийти, да, вот думают какие-то запреты, там еще что-то такое, но это нормальные санитарные правила, то есть они всегда выполнялись во всех организациях, во всех учреждениях, да, и они должны соблюдаться, поэтому требования ношения маски, ну это, понимаете, вот средства индивидуальной защиты, маска, правильно? Индивидуальная защита. То есть вы этой маской не защищаете не других даже людей, а вы себя защищаете прежде всего. Вот и хочется, чтобы вот эта мысль тоже до людей дошла обязательно, что это средства индивидуальной защиты, То есть вы защищаете, прежде всего, себя от заражения именно коронавирусной инфекцией, да? Конечно. Ну, может быть, Оксана Владимировна, что-то еще из своего опыта скажете? Вот именно вот, может быть, вы же заведуете центром диабета, да? Сколько у вас пациентов по диабету? То есть вообще, как вы наблюдаете, функционал какой? В настоящее время у нас в области зарегистрировано 44 тысячи больных сахарным диабетом. Из них 2 тысячи – это диабет второго типа. Это много? Ну, это в условиях, что у нас в стране сейчас 3,8 миллиона больных с сахарным диабетом. А вообще на планете у нас 364 миллиона больных с сахарным диабетом. То есть у нас в стране каждый 3% у нас, получается, пациентов с сахарным… То есть 30% людей у нас с сахарным диабетом. В принципе, для Ульяновской области 44 тысячи на тысячи, получается, сравнимо с другими регионами. Ну, то есть, в принципе, как… Ну, не больше, не меньше, да, я думаю, так, в среднем. У нас также эти 3% и выходят. Вот. Первый тип диабета – это всего 2 тысячи, и 42 тысячи – это второй тип диабета. Мы знаем, что второй тип диабета у нас есть на таблетках, есть на инсулине. Вот всего на инсулине вместе со вторым типом диабета и первым типом диабета у нас, получается, 12 тысяч пациентов в Ульяновской области получают инсулин. Вот. Ну, то есть, в принципе, конечно, большое количество. Большая нагрузка на эндокринологов в настоящее время тоже, учитывая то, что нарушение углеводного обмена в связи с коронавирусной инфекцией все больше. Ну, вот, возвращаясь к теме, опять же, вот нашей основной теме нашей программы с вами – диабет и COVID-19, да? Ну, вот сейчас вот эта пандемия, да, вот идет уже, как говорится, не первая волна, да, уже четвертая волна идет, да? Вот, поэтому, вот, давайте все-таки вот скажем о том, что насколько все-таки вот при сахарном диабете, да, важно наблюдение, да, важно, ну, в динамике, да, все это, чтобы было. Конечно. И спонсорное наблюдение тоже важно, да? Понятно, что люди, ну, в условиях, да, в такой пандемии лишний раз не хотят идти к поликлинику, чтобы, опять же, ну, это они правы, посещать место, где скопление людей. Обычно пациенты с диабетом посещают эндокринолога раз в месяц, да, то есть те, кто получают инсульм. То есть, в принципе, это достаточно, да? Да, в принципе, это достаточно было. Ну, естественно, если им стало хуже, конечно, больше частоты по самочувствию. А так, плановый осмотр получается раз в месяц, выписываются рецепты, либо это просто плановый осмотр, или корректируется доза. Понятно, что сейчас люди стали ходить реже в связи с этим. Вот, ну, я думаю, что больше внимания надо уделить самоконтролю сахарокрови. И, в принципе, если вас, сахар ваш устраивает, и показатели неплохие, то, я думаю, можно пореже походить сейчас к эндокринологу, то есть не раз в месяц, но хотя бы в три месяца раз обязательно надо пойти. То есть, чтобы не получилось так, что сейчас пандемия, я два года никуда не ходил. У нас дается гликирный гемоглобин, это средний сахар за три месяца. Его в домашних условиях не определишь, и он покажет наиболее объективно и точно степень компенсации сахарного диабета. Он берется раз в три месяца, поэтому минимум раз в три месяца этот анализ надо сдавать, и все-таки доктору показывать этот результат, и результаты сахарокрови. Асанадина, ну, давайте еще скажем о том, что вот, ну, человек вот, у него сахарный диабет, да? Он заболел, у него начались катаральные явления какие-то, там, заложенность носа, там, чихание, насморк, там, ну, или просто боль в горле, там, небольшое повышение температуры, а может быть, даже без температуры, с признаками ОРВИ, да? Ну, остросепиратурные вирусные инфекции, с признаками ОРВИ, там, я не знаю, там, такое гриппозное, может быть, состояние, да? Какая тактика должна быть именно у пациента поведенческая? Ну, я думаю, что поведение должно быть такое же, как у другого человека. Единственное дополнение – это измерить сахар крови, то есть обязательно контроль сахар крови. Конечно, с температурой, признаками вирусной инфекции не стоит ходить в поликлинику, надо вызвать участкового терапевта на дом. Ну, если там невысокая температура, да, в принципе, допустимо, и прийти в поликлинику, да, при соблюдении каких-то санитарных правил, да? Но если у вас температура, конечно, не надо, да, зачем? И потом, все-таки соблюдение, я еще раз хочу сказать об этом, соблюдение правил, да, то есть посещение лечебных учреждений, то есть это никто не исключал, это термометрия обязательно на посту, да, санитарный пост, значит, термометрия, это ношение маски обязательно, да, Но это такие простые правила, которые, ну, это надо соблюдать просто даже, ну, из-за уважения и к себе, да, и из-за уважения к окружающим, то есть, и к медикам тоже, да, и поэтому, поэтому вот такие простые правила, которые нужно соблюдать. И поэтому, то есть, получается, если заболели, да, там, температура, ОРВИ, да, ОРЗ, то есть обязательно обращение к врачу, вот это самое главное, да? Обязательно, самолечением заниматься, а тем более при диабете не стоит. Диабет может дать повышение сахара, который необходимо, непосредственно, лечить под контролем, все-таки, медиков. Ну, давайте тогда скажем прямо вот откровенно, да, если человек начинает заниматься самолечением, да, получается, там, чем это вообще чревато? Что это, во что это может вылиться? Это чревато, во-первых, тем, что он просто не сможет самостоятельно снизить сахар крови, кроме того, при самостоятельном увеличении доз таблетированных сахароснижающих препаратов усугубится побочное действие этих лекарственных препаратов, а в сочетании с гипоксией при вирусной инфекции может оказать также вредное действие, то есть усугубить течение заболевания, а не вылечить. Ну, то есть уже привести к каким-то неотложным состояниям, да, то есть когда уже необходимо вызывать... Когда уже необходима обязательная госпитализация. Обязательно госпитализация. Но, еще раз я так понял, что из наших разговоров, да, все-таки, если сахарный диабет и коронавирусная инфекция, да, то, в принципе, здесь и возраст, да, соответствующий, если, да, то, в принципе, конечно, госпитализация, как правило, да? Чаще всего это госпитализация. Ну, от степени состояния, конечно, зависит от степени. То есть это, если там легкая форма, да, можно вполне дома, да, даже средняя степень, да, иногда достаточно дома можно амбулаторно, при подконтроле врачей, да, при соблюдении. Именно вот контроля сахара, да, и получение всех препаратов, которые, да, прям на дом привезут, и полностью вы будете обеспечены этими лекарствами совершенно бесплатно на весь курс лечения, да, то, в принципе, можно амбулаторно. Но если это средней, тяжелой степени, да, и тяжелой тем более, да, но здесь уже будет решать, да, непосредственно, как говорится, человек в белом халате, да, то есть доктор будет решать. То есть самостоятельно, не нужно, да, идти в лечебное учреждение, да, я хочу лечь в больницу, там, я тоже хочу об этом сказать, потому что, ну, то есть все-таки должно быть направление, должно быть решение врача, да, что вы, вам необходима госпитализация. То есть вот это очень важная такая догма. Я хочу сказать, что если предлагает врач госпитализацию, то он предлагает ее не просто так, а исходя, естественно, из своего клинического опыта и клинических признаков, которые он видит. То есть просто так госпитализацию-то не предлагают. Если предлагают, я думаю, пациенту с диабетом надо согласиться. Да, вот это очень важно, а не давать там отказ, да, госпитализации, да, и как бы с ней снимать ответственность. Потому что госпитализацию предлагают, опять же, не всем. Но если есть признаки, когда необходимо положить человека в больницу, врач понимает, что в домашних условиях не справится с этой... Ну и доктор обязательно объяснит, скажет, учитывая ваше состояние, да, вот тяжесть заболевания, вам необходимо сейчас стационарное лечение, да. Оно не будет столь длительным, правильно, то есть по мере выздоровления вы будете выписаны, все, то есть, но сейчас необходимо это сделать, да. Если амбулаторное лечение, значит амбулаторное, да, то есть абсолютно под контролем, опять же, медиков, да, и все будет хорошо. То есть вот такие простые правила, да. Да. Спасибо большое, Оксана Владимировна. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю удачи, всем желаю успехов, берегите себя. До новых встреч, ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова